Девушки отдыхают Мы будем играть в саду Мы можем играть в мою любимую игру Мы будем прыгать по грязным лужам Я тоже люблю прыгать Сначала нам нужно найти лужу Ой, здесь нет грязных луж Земля сухая для грязных луж Вот бы дождь пошел Надеюсь, что дождя не будет А мы любим дождь Дома мы его редко видим Если хотите вызвать дождь в нашей стране Устройте барбекю Мы все равно можем прыгать Джордж прыгает хорошо Но я прыгаю лучше всех Посмотри Вот как надо делать Попробуй ты, Кайли Ладно Кенгуру прыгают очень высоко Ух ты А это кролик Ребекка Здравствуй, Ребекка Это моя подруга Кайли Здравствуй, Кайли Вы играете? Мы прыгаем Кролики прыгают лучше всех Посмотрите Молодец, Ребекка Но ты прыгаешь Не так хорошо Как моя подруга Кайли Давай Покажи свой прыжок Я не хочу хвастаться Давай Ладно Очень высоко Настоящие динозавры Вымерли 65 миллионов лет назад Эдмонд много знает о динозаврах Он умный слоненок Но наши динозавры Лучше настоящих У нас поющие динозавры Мы динозавры Динозавр, динозавр Мы динозавры Послушайте наш рев Они маленькие Да Разве динозавры Не должны быть большими? Да У нас есть большой динозавр Очень большой Хотите с ним познакомиться? Да, пожалуйста Это его следы Мы просто пойдем по ним Следы совсем как настоящие Вы уверены, что здесь нет живых динозавров? Дедушка-кролик Уверен, папа-свин Идите по валунам По мосту Через пещеру Следы закончились Смотрите Тут зеленые ступени Это большая горка Ух ты! Это большой динозавр! Да Это моя огромная Гигантская горка Динозавр О-о-о-о-о-о-о О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о Вот это динозавр Это бронтозавр Кх-кх-кх Вообще-то он называется Апатозавр А ты очень умный, да? Да Папа-свин читает Пеппе и Джорджу сказку на ночь Итак, принц, принцесса, попугайчик и лягушка жили долго и счастливо Конец Вечерняя сказка усыпила Пеппу и Джорджа Спокойной ночи, мои поросятки Джордж не спит Динозавр Джордж, какой непослушный, засыпай давай Джордж не хочет спать Джордж, ночь для сна, а не для игр, иди-ка спать Я расскажу тебе сказку на ночь Жил-был маленький поросенок Его звали поросенок Джордж И он отправился на поиски счастья Скоро он пришел к лесу Тебе нравится сказка, Джордж? В лесу был маленький домик А в домике стояла миска с кашей Поросенок Джордж был очень голоден И он съел всю кашу Ням-ням-ням-ням И когда он все съел, пришел медвежонок И сказал Ой, ты съел мою волшебную кашу Джордж сказал Да Медвежонок сказал Это была волшебная каша Она сделает тебя очень большим И поросенок Джордж начал расти Он рос, рос и рос И стал выше всех деревьев в лесу А как ваши родственники относятся к антиквариату? А что такое антиквариат? Это старинные редкие вещи Обычно редкие, да Но у меня тут только новинки Вот гарнитур из 12 стульев Разве плохой? Стулья дубовые? Да Это, знаете ли, пластиковый дуб Удобный хотя бы Не вздумайте садиться Эф, антикварные стулья сделаны не для этого Ну, а для чего же тогда они? Для осмотра Это еще скучнее вазы Любой взрослый вам скажет Купить подарок для дедушки с бабушкой Непростая работа Я просто не понимаю Я торгую абсолютно всем Здесь должно быть то, что вам понравится Так и есть Мне нравится этот Мишка А раз так дедушке с бабушкой Он тоже понравится Ого Значит, берем этого медведя Замечательный подарок Кто будет платить? Один пенни и две пуговицы Возьмите сдачу Одна пуговица Благодарю вас, мистер Лис Пеппа и ее семья поехали дарить бабушке с дедушкой подарки Бабушка-свинья! Дедушка-свин! Здравствуйте, мои дорогие Поздравляем с годовщиной Оу, еще одна стеклянная ваза Это подарок от взрослых Наверное, поэтому такой скучный Прекрасно Мы поставим ее к остальным нашим вазам Мы с Джоджем тоже купили вам подарок Надеюсь, вам понравится Плюшевый мишка Дедушке и мне Спасибо, Пеппа и Джордж Его очень приятно обнимать Как его зовут? Эм... Его зовут Мишка Эдди А что ваш Эдди предпочитает на обед? Шоколадки и брокколи Это самый замечательный подарок на свете О, но если Эдди останется жить у нас Ему нужно будет с кем-нибудь играть Мы будем с ним играть, бабушка Динозавр Джордж любит играть с мистером динозавром в ванне Вечером Джордж всегда берет мистера динозавра с собой в постель Динозавр Джордж! Мистер динозавр сломался! Ой! У динозавра больше нет хвоста Бедный Джордж! Мистер динозавр был у тебя очень долго Удивляюсь, что он выдержал так долго Может быть, тебе пора купить нового динозавра? Да! Завтра мы пойдем в магазин мистера Лиса Это магазин мистера Лиса В магазине мистера Лиса продается все Уверена, что мы найдем тебе прекрасного нового динозавра, Джордж Динозавр! Джордж не хочет нового динозавра Смотри, Джордж, большой динозавр Ах! Динозавр! Ха-ха-ха-ха! Доброе утро! Чем могу помочь? Мы хотели бы купить динозавра из витрины Конечно! Хороший выбор! Это Дино-рык! Он рычит, ходит и поет песенку динозавра Дино-рык! Дино-рык! Слушай, Дино-рык! Рык! Ух ты! Дино-рык! Мы берем! Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха! Джордж играет с Дино-рыком в саду Играй с Дино-рыком осторожно, Джордж! У него подвижные детали и он может сломаться Джордж не может играть с Дино-рыком в саду Джордж хочет играть с Дино-рыком в ванной Джордж, если Дино-рык намокнет, он не будет работать Джордж не может играть с Дино-рыком в ванне Пеппа, Джордж и Ребекка играют в игру под названием «Собачка» Лови, Пеппа! Лови, Ребекка! Джордж ловит мячик Ха-ха-ха-ха! О! Джордж, кажется, пытается поймать тень от мячика Глупый Джордж! Это же не мячик! А всего лишь его тень! Смотри! Мячик скачет, и тень от него тоже скачет У тебя, кстати, тоже есть тень, Джордж! Джордж пытается уйти от собственной тени Никто из нас не может уйти от своей тени Почему бы не попробовать от нее сбежать? Пеппа пытается убежать от своей тени О! Она еще здесь! Хе-хе-хе! Привет, друзья! Привет, Сьюзи! Мы тут пытаемся убежать от наших теней Никто из нас не может убежать от своей тени О! Хотя можно попробовать на самокате Фи-хе-хе! Сьюзи пытается уехать от своей тени на самокате Видели? Но тень-то все равно здесь! О! Всем здравствуйте! На площадку пришел мистер Слон вместе с Эмили и Эдмондом Здравствуйте! Мы тут бегаем от своих теней! Сбежать от своей тени невозможно! Я знаю! Мы просто очень плохо бегаем! Нет, Сьюзи! Дело совсем не в том, хорошо ли ты бегаешь! Видите? Моя тень так и осталась рядом со мной! А если бежать быстрее? Даже если бежать еще быстрее, моя тень от меня не отстанет! Папочка, твоя тень просто огромная! Она тебя задерживает! Это не так, Эмили! Твоя тень всегда остается с тобой! А почему? Любой предмет, встающий на пути у Солнца, отбрасывает тень! Смотрите! О! Дедушкин поезд пустит чух-чух, чух-чух-чух, чух-чух-чух-чух Дедушкин поезд пустит чух-чух, целый день! Мисс Кролик везет взрослых на работу на своем большом поезде! Доброе утро, дедушка Свин! Вы снова на своем игрушечном поезде? Гертруда не игрушка! Это миниатюрный локомотив! О, это мило! Пока! Едем быстрее, дедушка Свин! Не могу. Гертруда быстрее ездить не может. Большой поезд едет очень быстро. Ну вот, большой поезд сломался. Что случилось? Нам нужно на работу. Здравствуйте, мисс Кролик. У вас проблемы с поездом? Это не смешно, дедушка-свин. Всем моим пассажирам нужно на работу. Найди себе поезд, который не ломается, как Гертруда. Хорошая идея. Вылезайте. Что? Я беру взаймы ваш поезд. Пересадка. А мне что делать? Можете остаться здесь и чинить большой поезд. Отлично. Я люблю все чинить. Как весело. Ехать на игрушечном поезде. Гертруда не игрушка. Это миниатюрный локомотив. Конечно. Всем на игрушечный поезд. А он не может ехать быстрее. Нет. Гертруда медленный поезд. Миссис Корова ждет поезда на следующей станции. О, что случилось с большим поездом? Он уменьшился? Нет. Это игрушечный поезд. Гертруда не игрушечный поезд. Это миниатюрный локомотив. Мы будем отмечать день разных стран мира. Ура! Пеппе представляет Францию. Я Франция. Джордж представляет Россию. Педро мистер Америка. Ихо! Зои у нас Япония. Да ничего. Сюзи представляет Голландию. Халло! Так по-голландски добро пожаловать. Мадам Газель, а что должны делать переодетые страны мира? Петь гимн о мире и дружбе, разумеется. Ура! Я люблю пять гимны. И я. Надеюсь, все помнят слова. Да, мадам Газель. Мир согласия на земле. Мир согласия на земле. Мир согласия на земле. Мир согласия. Замечательно. Очень скоро мы исполним этот гимн для ваших уважаемых родителей. А пока можно и поиграть. Поиграйте, дети, только не ссорьтесь. Все страны мирно играют на площадке. Англии нравится кататься на горке. Уи-и-и. Франция и Швейцария качаются на качелях. Хе-хе-хе-хе-хе-хе. Германия прыгает в классики. Один, два, три. Америка, Россия, Испания и Греция сидят в песочнице. Я построю огромный замок из песка. Йе-ха! Ну вот подходят Голландия и Япония. Хе-хе-хе. Теперь наша очередь играть в песке. Почему это? Потому что ваше время давно закончилось. Идите куда-нибудь, хоть на горку. Но мы хотим играть здесь. Мне не нравятся дождливые дни. А я люблю дождь. Ведь после бывает грязь, в которой можно прыгать. А может мы попрыгаем прямо сейчас? Пеппа, придется подождать, пока не закончится дождик. А когда он закончится? Узнаем, что обещает прогноз погоды. Говорит гидрометеоцентр. Дождик будет лить весь день. О-о-о! А давайте поиграем в игру пасмурной погоды. А разве в нее играют дети? Я вам покажу. Если взять вот эту уточку для купания и спрятать на самом видном месте, смогли бы вы ее найти? Папа, если место видно, значит и уточку мы увидим. Проверим. Я положу уточку вот сюда. Так. И вы мне скажете, где она? Здесь. Молодец. И это слишком просто, Пеппа. Я бы не стал так говорить, Пеппа. Ну, кто хочет быть первым? Раз эта игра такая простая, пусть лучше Джордж начнет. Хорошо. Ждите меня здесь. Папа-свин прячет резиновую уточку, а Джордж постарается ее найти. Я спрятал ее у вас в детской. Джордж начинает искать уточку для купания. Но найти ее оказывается не так просто. О! Джордж, ты ее видишь? Посмотри очень внимательно. Джордж смотрит очень внимательно. Он хочет найти уточку. Теплее? Хорошо. Холодно? Опять тепло? Джордж нашел резиновую уточку. Ура! Я ее сразу заметила. Ерунда какая-то, а не игра. Хорошо. Пеппа водит. Только на этот раз прятать буду я. Мама-свинья прячет игрушку так, чтобы Пеппа непременно ее нашла. О! Чудесный день. Можно ничего не делать. Папа-свин обожает ничего не делать. Что может быть лучше? Знаю. Чашечка чая. Дедушка-свин приехал навестить Пеппу и Джорджа. Дедушка-свин! Деда-свин! Здравствуйте, Пеппа и Джордж. Сегодня мы разобьем с вами ваш собственный садик. У-у-у! Садик для Джорджа и для меня? Каждому из вас я привез по пакетику с цветочными семенами. Так, нам нужно местечко на солнышке, куда мы высадим семена. Вот так. Дедушка-свин копает землю для цветника Пеппы и Джорджа. О! А! Вот и чай подоспел. Спасибо тебе, Папа-свин. Э-э-э, что происходит? У нас будет свой цветник. Разве нам нужен цветник? Да! Но именно здесь я всегда сижу в кресле. Есть вещи куда важнее твоих ненужных кресел, Папа-свин. Я всегда читаю здесь свою газету. Есть вещи куда важнее каких-то ненужных газет, Папа-свин. Да, цветы, например. Смотри, папочка. У Пеппы так много цветочных семян, а у Джорджа только одно семечко. О! Но зато какое большое. Ты не мог бы принести нам водички, Папа-свин? Хм, конечно. Без воды семена не смогут расти. Они очень любят пить. На грядку прилетели любопытные птички. Не разрешай птицам клевать семена, Пеппа. Кыш! Фу! Летите прочь, птички! Вот водичка. Папа распугал всех птичек. Хо-хо! Папа-свин так похож на пугала. Пеппа, Джордж, пора купаться. Кажется, она перевернулась вверх лапками. Я переверну ее осторожненько. Готова. Доктор Хомяк сумела помочь маленькой ящерке. Ура! О, еще один срочный вызов. Алло. Алло. С вами говорит дедушка-свин. Дедушка-свин вышел в море на своей лодке. Заболела Полли. Мне кажется, ее тошнит. А-а-а, ее тошнит. Вылетаю немедленно. Слушай, Полли, нам летит ветеринар. А как же здесь можно сесть? Это же гидросамолет, Пеппа. Мы можем сесть прямо на воду. Ух ты! Здравствуйте! Пеппа! Джордж! Здравствуй, дедушка! Мы прилетели, чтобы вылечить Полли от болезней. Давно вашу милую Полли тошнит. Как только мы с ней вышли в море. Ага. Я знаю, что случилось с Полли. У нее морская болезнь. О! Нужно доставить ее на землю. И желательно поскорее. Маленький остров! Мы выходим. Тебе лучше, Полли? А-а-а, лучше, Полли! Ура! К счастью, Полли больше не тошнит. О, еще один вызов. Алло? Алло, говорит Папа-свин. Папа-свин сейчас на работе. Совсем маленькие утята застряли у нас на крыше. Вылетаю немедленно. Как хорошо, что вы уже здесь. Без паники. Доктор Хомяк на месте. Мама утка отложила яйца прямо на крыше. И вот теперь из них вылупились утята. Кто-нибудь умеет хорошо крякать? Мы? А я вообще классно крякаю. Папа, начинай крякать, и утята сами пойдут за тобой. Кря-кря-кря! Ха-ха-ха-ха! Привет, привет, Пеппа! Привет, друзья! Добро пожаловать в ковбойский лагерь! Я-ха! Это же палатка! Это настоящая палатка, где отважные ковбои спят по ночам. Ты что, собираешься спать здесь всю ночь? Э-э-э, нет. Мне от этого слегка не по себе. Давайте лучше представим, что сейчас ночь. Но сейчас светит солнышко. А вы представьте, что солнце – это луна. Хорошо! Педро, а можно мы тоже будем ковбоями? Да, вы будете моими напарниками. Мой маленький ковбой уже проголодался? Конечно, ма! Так ковбои говорят с родителями. Может быть, ковбои-мальчики и ковбои-девочки тоже хотят перекусить? С удовольствием, ма! А ковбои всегда разбивают свой лагерь поближе к маминой кухне? Нет. Разве так сложно представить, что этого дома здесь нет? Нет. Вокруг нас Дикий Запад. А что это? Дикий Запад – это территория, которую населяют одни ковбои. А чем они занимаются? Они рассказывают истории, поют песни и едят бобы. Тосты с фасолью, угощайтесь! Ура! Ковбои очень любят тосты с фасолью. Да и кто же откажется от такого угощения? Хотите, я спою песню ковбоя? А ты что, даже петь по ковбойски можешь? Да, я сам ее сочинил. И вот как она звучит. Храбрый ковбой обожает фасоль И песню свою вам поет Про бобы, про стручки И про жизнь мою Про бобы, про стручки И про жизнь мою Ты упаковал все вещи по списку И даже больше Подушки, игрушки, свечи, мелодии йогов и еды на целых три дня Без паники, без паники Есть здесь кто? У нас снова появится кролик Привет, сестрица Зачем ты приехала в больницу? У меня сейчас появится малыш, ясно? О, да Тогда тебе лучше пройти к врачу Тогда и я пойду Муууууууу Сначала правильно припаркуйте машину Не волнуйтесь, это надолго За пять минут только кролики появляются на свет Не толпитесь, дайте пройти Иначе малыш родится прямо здесь Так, дюжина полотенец и чайник Все это понадобится в ближайшие несколько дней О, ну куда же все это девать, мама? Неси обратно, сейчас они мне не понадобятся Что? Папа, ты пропустил самый захватывающий момент Правда? У меня сын или дочка? Двойня У нас родились близнецы Надо же На следующий день маму Крольчиху отпустили из больницы домой Привет! Можно нам посмотреть на близнецов? Ну, конечно же, Пеппа Это мальчики или девочки? Это двойня, мальчик и девочка И зовут их Рози и Робби Значит, вам пригодились оба имени? Да Рози Кролик и Робби Кролик Самые прекрасные имена на свете И придумали их мы Привет, привет, друзья! Привет, друзья! Добро пожаловать в ковбойский лагерь! Я-ха! Это же палатка! Это настоящая палатка, где отважные ковбои спят по ночам! Ты что, собираешься спать здесь всю ночь? Эээ, нет Мне от этого слегка не по себе Давайте лучше представим, что сейчас ночь Но сейчас светит солнышко А вы представьте, что солнце – это луна Хорошо Педро, а можно мы тоже будем ковбоями? Да, вы будете моими напарниками Мой маленький ковбой уже проголодался? Конечно, ма! Так ковбои говорят с родителями Может быть, ковбои-мальчики и ковбои-девочки тоже хотят перекусить? С удовольствием, ма! А ковбои всегда разбивают свой лагерь поближе к маминой кухне? Нет Разве так сложно представить, что этого дома здесь нет? Вокруг нас Дикий Запад А что это? Дикий Запад – это территория, которую населяют одни ковбои А чем они занимаются? Они рассказывают истории, поют песни и едят бобы Тосты с фасолью, угощайтесь! Ура! Ковбои очень любят тосты с фасолью Да и кто же откажется от такого угощения? Хотите? Я спою песню ковбоя! А ты что, даже петь по-ковбойски можешь? Да! Я сам ее сочинил! И вот как она звучит! Храбрый ковбой обожает фасоль и песню свою вам поет Про бобы, про стручки и про жизнь мою! Про бобы, про стручки и про жизнь мою! Папа Смин! В кабинете ужасно грязно Тут не так уж и плохо Здесь много паутины Я люблю паутину Она придает комнате свой характер Паутина значит пауки А я не люблю пауков А я люблю Пауки ловят мух А мухи ужасны Что ж, лишь бы я не увидела паука О! Паучок! Здравствуй, мистер Тонконожка! Ой, а куда он делся? Найдите его, чтобы его не было в доме Все ищут мистера Тонконожку Тонконожки нет в картотеке Тонконожки нет под стулом Ой Тонконожки нет на столе Ой, куда подевался мистер Тонконожка? А-а-а! Хо-хо-хо! Кажется, мама нашла его Не бойся его, мама Избавьтесь от него Хорошо Мы отнесем мистера Тонконожку в сад Хе-хо-хо-хо! Теперь мистер Тонконожка может играть в саду До свидания, мистер Тонконожка! Начинается дождь Хе-хе-хе-хе! Мистер Тонконожка бежит обратно в дом Может, ему не нравится дождь? Он поднимается по водосточной трубе Тонконожка-паучок по трубе ползет Дождь пошел из трубы, вода его несет Солнце снова вышло, высушило всех Снова лезет паучок по трубе наверх Хе-хе-хе-хе! Хе-хе-хе! Чтобы Тонконожки не было в доме, папа-свин Отнесем мистера Тонконожку подальше в сад Ах! Чудесный день! Можно ничего не делать Папа-свин обожает ничего не делать Что может быть лучше? Знаю! Чашечка чая Дедушка-свин приехал навестить Пеппу и Джорджа Дедушка-свин! Деда-свин! Здравствуйте, Пеппа и Джордж! Сегодня мы разобьем с вами ваш собственный садик У-у-у! Садик для Джорджа и для меня? Каждому из вас я привез по пакетику с цветочными семенами Хе-хе-хе! Так, нам нужно местечко на солнышке, куда мы высадим семена Вот так Дедушка-свин копает землю для цветника Пеппы и Джорджа О-у-у! А-а-а! Вот и чай подоспел! Спасибо тебе, Папа-свин! Что происходит? У нас будет свой цветник! Разве нам нужен цветник? Да! Но именно здесь я всегда сижу в кресле Есть вещи куда важнее твоих ненужных кресел, Папа-свин Я всегда читаю здесь свою газету Есть вещи куда важнее каких-то ненужных газет, Папа-свин Да! Цветы, например! Смотри, Папочка! Хе-хе-хе! У Пеппы так много цветочных семян А у Джорджа только одно семечко О-о-о! Но зато какое большое! Хе-хе-хе! Ты не мог бы принести нам водички, Папа-свин? Хм, конечно Без воды семена не смогут расти Они очень любят пить На грядку прилетели любопытные птички Не разрешай птицам клевать семена, Пеппа Кыш, фу! Летите прочь, птички! Вот водичка Папа распугал всех птичек! Хо-хо! Папа-свин так похож на пугало! Хе-хе-хе-хе! Пеппа, Джордж, пора купаться Принесите сюда своих любимцев Лучший получит приз Я принесу свою золотую рыбку А я своего палочника Я принесу геккона А я обезьянку Это не настоящее животное Это кукла Это не кукла Это обезьянка Ху-ху-ху-ху-ху Ты ей нравишься, Дэнни Зоуи может принести обезьянку, если хочет Пора домой, дети И не забудьте завтра взять своих питомцев Вечер накануне конкурса домашних любимцев Пеппа и Сюзи готовятся вместе с рыбкой Голди Ешь, Голди! Завтра у тебя трудный день Я протру твой аквариум Красота! Педро разговаривает со своим палочником Это насекомое, похожее на палочку Завтра ты поедешь со мной в детский сад Там будут выбирать лучшего любимца И это будешь ты Слоненок Эдмонд разговаривает со своим гекконом Посмотри на меня А теперь ты Зебра Зои разговаривает со своей обезьянкой Ты волнуешься перед конкурсом, обезьянка? У-у-у! Завтра веди себя хорошо Не будь шелунишкой Настал день конкурса домашних любимцев Мадам Газель А кто будет решать, чей любимец лучше всех? Доктор Хомяк Здравствуйте всех! Здравствуйте! Ой, какие у вас чудные любимцы Очень веселая рыбка А как ее зовут? Это Голди Вы с ней уже встречались Ее аквариум весь блестит А что Голди любит делать? Она любит плавать и делать вот так Кажется, она перевернулась вверх лапками Я переверну ее осторожненько Готова Доктор Хомяк сумела помочь маленькой ящерке Ура! О, еще один срочный вызов Алло Алло С вами говорит дедушка Свин Дедушка Свин вышел в море на своей лодке Заболела Полли Мне кажется, ее тошнит Аааа, ее тошнит Вылетаю немедленно Слушай, Полли Нам летит ветеринар А как же здесь можно сесть? Это же гидросамолет, Пеппа Мы можем сесть прямо на воду Ух ты! Здравствуйте! Пеппа! Джордж! Здравствуй, дедушка! Мы прилетели, чтобы вылечить Полли от болезней Давно вашу милую Полли тошнит Как только мы с ней вышли в море Ага Я знаю, что случилось с Полли У нее морская болезнь Ооо! Нужно доставить ее на землю И желательно поскорее Маленький остров Мы выходим Тебе лучше, Полли? Ааа, лучше, Полли! Ура! К счастью, Полли больше не тошнит О, еще один вызов Алло Алло Говорит Папа Свин Папа Свин сейчас на работе Совсем маленькие утята застряли у нас на крыше Вылетаю немедленно Как хорошо, что вы уже здесь Без паники, доктор Хомяк на месте Мама утка отложила яйца прямо на крыше И вот теперь из них вылупились утята Кто-нибудь умеет хорошо крякать? Мы? А я вообще классно крякаю Пепа, начинай крякать И утята сами пойдут за тобой Кряк, кряк, кряк! Продолжение следует... Продолжение следует...